Приветствуем вас, Алексей, в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Я тоже присутствовал на сегодняшнем мероприятии, который сейчас вы показывали. Хочу жить. Ну, расскажите нам детали. Я один из авторов, собственно, списка 300, да. Вы знаете, формат был достаточно такой интересный. Это было, можно сказать, совещание российских добровольцев, причем из разных, что называется, фирм. То есть там был и Легион Свободы России, и Сибирский батальон. Меня слышно? Да, мы вас слышим. Просто связь немножко, кажется, прерывалась. В общем, были представители разных российских добровольческих формирований, которые воюют за Украину. Легион Свободы России, Русский Добровольческий Корпус, Сибирский батальон. Илья Пономарев представлял съезд народных депутатов. И вот вся эта, так сказать, компания обсуждала подходы к проекту, который вот инициирует «Хочу жить». И, собственно, мы едины в том, что главное внимание сейчас нужно уделить тем, кто не словом, а делом, находясь на территории Российской Федерации, сопротивляется путинскому режиму, сопротивляется войне. То есть, прежде всего, это те, кто совершал какие-то силовые акции сопротивления, партизанские движения. Вот эти люди, с нашей точки зрения, они должны получить какую-то помощь, ну, в идеале, да, действительно попасть на обмен. То есть, вот это сегодня была главной темой обсуждения. И все представители разных фракций подписались, что называется, под такими подходами. Вот мне интересно еще механизм обсудить с той стороны, какие есть рычаги влияния или... Ну, хорошо, давайте без рычагов влияния. Какой есть аргумент весомый, интерес для российской стороны, на самом деле, соглашаться на подобного рода обмен? Это действительно должны быть какие-то знаковые личности для России? Я не знаю, насколько знаковые, как это определяется. Вот это тоже очень интересно. Тут речь, конечно, не столько о знаковых фигурах, потому что медведчуков, к сожалению, больше нет. И, к счастью, наверное, даже больше нет. Но ситуация, что обмен, это очень такая специфическая сфера взаимодействия, особенно во время войны, безусловно. И именно в этом формате нужно исходить из того, чтобы обе стороны получили выигрыш. То есть, вот, вин-вин такая стратегия должна быть. В чем вин Украины? Украина протягивает руку тем российским гражданам, тем партизанам, кто действует в тылу врага. В чем вин России? Россия может забрать коллаборантов украинских, те, кто работал, собственно, на путинскую страну, участвовал в референдумах ДНР, ЛНР, в организации этих псевдореферендумов. Либо был наводчиком, корректировщиком огня, кто сливал информацию российской армии. Коллаборанты, госизмена у которых в анамнезе, в приговоре украинских судов. И их поменять на, соответственно, проукраинских партизан, антипутинских партизан. Обе стороны получают публичный вин. Россия может для своей аудитории сказать, что русские своих не бросают. Украина, в свою очередь, показывает, что те, кто борется с путинским режимом, делом, кто участвует в силовом сопротивлении, они тоже не остаются без поддержки. То есть обе стороны останутся в плюсе, как минимум, публично. И вот в таких условиях можно вести какие-то переговоры. Вот из этого и сходим. Алексей, смотрите, вот как мы понимаем, по словам того же Ильи Пономарева, который часто выходит с нами на связь, будет возможность вернуться, ну как в Украину, понятное дело, или здесь выступать и в дальнейшем помогать любым процессам, направленным на свержение сегодняшней российской власти, на то, чтобы там произошли перемены, или же в третьих странах заниматься тем же. А есть ли какая-то определенная конкретика, в каком качестве эти люди могут бороться против путинской России? Переговорная позиция в этом вопросе, что называется, открытая. Потому что, возможно, более эффективной действительно будет схема, как вот с Азовцами была, что их передали Турции. То есть вытащить каких-то политзаключенных и отправить их просто за стенок в третью страну, куда-то в Европу, это тоже вполне себе нормальный вариант. Мы не пытаемся тем самым усилить какой-то кадровый состав российских добровольческих подразделений. У нас и так хватает желающих присоединиться к ним. Тут речь о том, чтобы помочь тем людям, которые оказались в путинских тюрьмах, покинуть эти стены. И если это будет третья сторона, очень хорошо, как бы вопросов нет. Поэтому в этом отношении как раз позиция открытая. Главное их вытащить из тюрьмы. Алексей, окей. Смотрите, но тут, знаете, у меня лично возникает вопрос, ну какого типа, да? Понятно, что это переговорная позиция открыта. А какова вероятность того, что эти люди, которые, как мы понимаем, я вижу, ну, по крайней мере, из тех информационных сообщений, которые, да, вот появляются в разных СМИ, по факту проведения, как вы говорите, вот этого общения, да, этой встречи, вот определили количество, сколько, передали список и так далее, и так далее. Но все равно возникает вопрос, знаете, вот какого типа? Получается ли так, что те люди, которые с оружием в руках или без оружия, но, да, они были задействованы в каких-то силовых акциях, направленных против, да, путинского режима или против местных властей, так или иначе поддерживающих, да, вот эту преступную войну кремлевского режима, что большинство вариантов все равно будет как бы зацикливаться на том, чтобы они пополнили, возможно, ряды Легиона Свобода России или же других объединений, которые сейчас с оружием в руках, да, вот так поддерживают украинское государство? Ну, такой вариант тоже не исключен, как бы Свобода Волисть все равно есть у каждого человека. Если он окажется в Украине и захочет присоединиться к Легиону, значит, после соответствующих проверок он это сможет сделать. Но, повторюсь, понимаете, когда мы сравниваем даже вот эти категории людей, которых можно будет менять, то есть, с одной стороны, человек, который, грубо говоря, сжег военкомат, ну, атаковал военкомат, а с другой стороны, Украина может отдать, например, корректировщика огня, кто наводил огонь там на украинский военный объект или вот как он думал там военный объект, неважно. То есть, это все равно люди, которые не то, чтобы прямо вот боевики с обеих сторон, которые прямо вот имеют какой-то военный опыт. Это почему подчеркивается, что это все-таки обмен политических на политических. Это не обмен военных на военных, потому что, да, это очень четко надо понимать, что Украина своих военнослужащих в первую очередь меняет на пленных российских солдат. В данном случае это не должно смешиваться, эти два жанра, что называется. Это именно обмен тех, кого в России считают госсменной, и то же самое тех, кто в Украине является коллаборационистами. И вот этот нюанс нужно понимать, а как будут люди себя вести после этого, ну, это свобода воли. Тут главное в этом механизме его запустить, сделать какой-то первый прецедент, когда вот сможем мы поменять, я не знаю, там, знаете, вот есть, допустим, депутаты-коллаборационисты, которые в украинских тюрьмах, есть также депутаты антивоенные, которые в путинских тюрьмах. Вот если одинаковой категории обменять людей, создать тем самым прецедент от обмена политических заключенных, это уже нормальный будет шаг вперед, и вот именно в этом направлении нужно работать. Алексей, ну вот у меня все-таки не покидает меня такой вопрос, ведь в России все очень, ну, скажу так, сложно с категориями как раз. Вот какой категории для России эти пленные, ведь она считает кем? Предателем, я не знаю, кем угодно. Ну, то есть это же не украинские военные в глазах российского режима, которых она может поменять. Да, конечно, украинских военных, вероятно, тоже хотелось бы наказать. Но ведь своих предателей-то больше хочется наказать российскому режиму. Ведь в этом и усложнен вопрос в этом моменте. Ну, в каждый момент политического они будут взвешивать, что им выгоднее. Если им в какой-то момент будет выгоднее показать, что узкие своих не бросают, и забрать каких-то коллаборантов себе выгоднее, чем, значит, показывать, что мы со своими предателями расправляемся, значит, они пойдут на этот обмен. Если, то есть, ну, все равно же чередуется в какой-то мере, там, кнут и пряник. Один кнутом постоянно невозможно даже в путинской государстве управлять. Иногда они должны показывать какие-то вот такие, что царь не только суров, но и справедлив. Не только он может наказывать, но может и миловать. Поэтому в какой-то момент эта ситуация может сыграть. Просто если мы не начнем вот этот процесс переговорный о том, что мы хотим забрать, значит, российских политзаключенных, а обменять их, но выгодно Путину показать своим, то оно само по себе не пройдет, не произойдет никогда. Но если начать это обсуждать, то рано или поздно это может сыграть в какой-то момент. Ну, будем знать, будем наблюдать за этой историей, за развитием, да, вот этого подобного механизма, потому что, ну, кто бы не являлся для Путина, там, изменником Родины или предателем или террористом, но все равно мы понимаем, что в конечном счете в решении этих вопросов все подходят к определенному, знаете, вот, моменту. Просто вопрос цены. Если у нас будет что предложить, соответственно, да, то, скорее всего, там рассмотрят варианты, да, как будет реализован вот этот механизм. Алексей, спасибо вам за разговор, благодарим. Алексей Барановский, адвокат, советник по вопросам коммуникации, российской оппозиции, легиона свободы России, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.